Я вам скажу, что сегодня приходит время, когда мы начнем познавать истины Нового Завета. И мы их увидим по-новому. Аминь. И ты не должен быть человеком, который начинает что-то и потом оставляет. Я хочу зачитать вам фразу одного интересного человека. И хотелось бы, чтобы вы взяли и записали это вместе со мной. Давайте сегодня будем немножко писать. Также наши телезрители, пожалуйста, давайте будем сегодня учиться. Начиная что-либо и не доводя до конца, или принимая решение и не придерживаясь его, мы формируем привычку поражения. Я еще раз читаю. Начиная что-либо и не доводя до конца, или принимая решение и не придерживаясь его, мы формируем привычку поражения. Полного позорного поражения. Доводите дело до конца, что бы ни случилось. Если вы решили что-то сделать, делайте. Не позволяйте ничему и никому помешать вам. Не позволяйте ничему и никому помешать вам. Это говорят люди, которые достигают больших вершин. И сегодня ты, ты человек, который стал на путь познания Бога. Мы пришли к Богу, и мы знаем, мы имеем вечное спасение. Мы имеем сегодня прощение грехов. И мы хотим сегодня получить от Бога все то, что Он нам дал. И есть много факторов, которые нас контролируют в этой жизни и не дают нам войти в Божье благословение. Наша зависимость, влияние извне могут поломать нас изнутри. Ты можешь себе это записать. Всякое влияние извне может поломать тебя изнутри. Ты должен жить не внешним миром, ты должен жить миром, который внутри тебя. Многие люди, они не имеют этого мира внутри себя. Они его отдали, продали этому миру суете, заботам и так далее. Но когда ты начинаешь жить своим внутренним миром, решая, о чем тебе думать. Вы знаете, Бог дал нам эти законы, духовные законы. И мы знаем, что сам Бог, Он может сотворить чудо не иначе, как пройдя через мысли человека и его веру. Если вы записываете, я прошу вас, конспектируйте. Это очень важно для вас, для того, чтобы думать потом дома над этим. Сам Бог постановил так, что Он делает чудо не иначе, как пройдя через мысли и веру человека. Поэтому мысли человека, они определяют буквально диапазон Божьего движения в твоей жизни. Если мысли человека, они негативны, у Бога нет канала, через который Он может проявиться в ваших обстоятельствах. Поэтому, когда человек, он мыслит, и у него есть мечта. Мечта – это инструмент для Бога. Когда ты имеешь мечту, когда твоя мечта ясная и конкретная, ты даешь Богу инструмент прямо в руки, чтобы Он сотворил чудо. Поэтому мы должны наполнять свое сердце не страхами, не болью, не проблемами, не чувством вины. Наши мысли, они являются инструментом в руках Бога, они являются каналом. И когда мы начинаем мечтать, когда мы наполняем свой разум сознанием победы и избытка, когда мы начинаем мыслить как победители, видеть себя уже сейчас победителями, видеть себя уже сейчас процветающими, это есть то, что дает Богу платформу для работы и проявления в нашей жизни. И мы должны понимать, что такое наш дух, подсознание и сознание. Друзья, сознание – это наш разум, которым мы буквально связаны со всем миром. Объективное мышление. Но есть подсознание. И вы знаете, что подсознание – это то, что называется дух человека. И когда мы что-то думаем и повторяем много раз, рано или поздно эта мысль, она проваливается в подсознание. И в этот момент все закрывается. И эта мысль – это какое-то, к примеру, наше умозаключение, наш вывод, он попадает туда. И то, что попало туда, оно уже будет руководить нашей жизнью. То, что в нашем подсознании, оно буквально влияет на все наши обстоятельства. И это невероятно. Вы скажете, как это может быть? Но если я сегодня вам покажу мобильный телефон, и я скажу вам прямо, никто из вас не объяснит, как так может быть, как он работает. Но все знают, что он работает. И я вам говорю, что то, что в подсознании, оно буквально, полностью определяет уровень вашей жизни. Если человек в подсознании, он принял мысль нищеты и бедности. Если он в подсознании принял мысль больного человека. Если он в подсознании, я вам скажу даже больше, он в подсознании человек, который все время поправляется. Он в подсознании человек, который все время худой. Он в подсознании человек, которому что-то трудно. Вот это все, оно буквально будет в его жизни пребывать. Ему все время что-то будет трудно. Деньги заработать трудно. В семье трудно. Это все в подсознании. И вы должны понимать, подсознание, оно контролирует. Но сознание это страж. Это тот охранник. И подсознание, оно буквально само по себе не работает. Сознание дает мысль. И когда мы начинаем понимать это, смотрите, что происходит. Вдумайтесь. Когда человек думает, и он повторяет какую-то мысль, он заостряется на ней, он начинает переживать чувства и ощущать это, это проваливается в его подсознание. Если страж, то есть разум, он неверный, он открывает дверь врагу. И демонические стрелы, лукавого, они попадают уже не просто в разум, они попадают в дух человека. И тогда человек несет в себе поражение. Когда человек, он смотрит на обетования и превращает их в личное обещание Бога для него. И он смотрит на них, и он повторяет их. И люди говорят, я читал в Библии, там написано, ранами его я исцелен, ранами его я исцелен. И человек читал, но был больным. Но потом в один момент он говорит, я исцелен. То, что происходит у нас на наших богослужениях, друзья, Дух Святой, он входит в подсознание человека. И человек стоит на собрании, и он, возможно, больной. У него может быть рак, может быть другие болезни, все, что угодно. Но что происходит в один момент, первое, что с ним происходит, он говорит, я вдруг понял, со мной такое произошло. Я понял, я исцелен. Еще до того, как он пошел в больницу. Я так сказал или нет? Все так рассказывают. И это то, что происходит с нами. Друзья, мы можем иметь благословенную жизнь, если наполним сегодня свой разум божественными мыслями, божественными обетованиями. И все это войдет в наш дух. И оно искоренит все, что было. Мы должны заменить все, что было там. Все эти страхи, все эти переживания, страх болезни, страх потери, страх за детей. Все это должно уйти. Но оно не уйдет, пока мы не начнем над этим работать, пока мы в этом не начнем упражняться. И вот послушайте, наше подсознание, оно связано напрямую с нашим Богом, с Духом Святым. И чтобы вы знали, подсознание, то есть наш дух, он принадлежит к четвертому измерению. Я вам скажу больше. Дух человека, это и есть четвертое измерение. Он принадлежит именно ему. И наш дух может сочетаться с Духом Святым. И поймите, что происходит. Когда мы начинаем работать в этом направлении, мы можем видеть самые невероятные чудеса, в которых нет вообще никаких ограничений. Мы можем видеть абсолютно другую жизнь. Мы можем быть абсолютно счастливыми людьми. Здесь мне задавали не раз вопрос. Знаете, вот здесь, в этот момент, вот как мне в этом прибыть? И люди задавали мне вопрос неоднократно. Что мне делать, чтобы жить в этом? И я вам скажу, это то, с чего я начал. Что если ты за что-то взялся, ты должен дойти в этом до конца, дорогой друг, дорогой телезритель. Ты должен стать в этом профессионалом. Ты не можешь быть дилетантом в тех вещах, от которых зависит твоя жизнь, твое состояние, счастлив ты или нет, твое будущее. Ты должен стать профессионалом. Я бы хотел, чтобы кто-то здесь сказал, аминь сейчас. И что происходит с нами, дорогие? Мы не должны дать на себя повлиять чему-то другому. Мы должны каждый день пребывать в этом откровении. То, что делаю я. Вы знаете, это очень серьезно. Но я каждый день. Вы понимаете, что такое слово? Каждый день. Каждый день я пребываю в этом откровении. Сколько? Десять лет. Понимаете? Я бы мог уже сказать, что я что-то знаю. Наоборот, чем дальше, тем я больше познаю, мне еще больше интереснее. Каждый день я пребываю в этом. Каждый день я молюсь. Каждый день я наполняюсь этими мыслями. Каждый день. Это каждый день. Чтоб ты понял. Каждый день и ни одного дня я не пропустил. Пойми, это важно для тебя сегодня понять. Я знаю эти секреты, что мне нужно обязательно взять книгу. Мне обязательно нужно послушать диск. Посмотрите, что говорит Писание. Девятая глава Луки, 62 стих. Иисус сказал ему, Никто, возложивший руку свою на плух и озирающийся назад неблагонадежен для Царствия Божия. Никто, возложивший руку свою на плух и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Я вам скажу такую вещь, что когда мы за что-то беремся, наша задача – дойти в этом до конца. Вы знаете, я просто вам говорю, когда я думаю о четвертом измерении, вы знаете, для меня это настолько важно – познать. Это очень лично, потому что это личные сокровенные моменты. Один Бог знает, что может быть в моей голове. Один Господь может знать, что может быть в моей душе, о чем я переживаю. И мне так хочется, чем дальше, тем сильнее, познать больше и больше. И сегодня моя мечта, чтобы все люди вокруг, чтобы они начали тоже переживать то же, что я переживаю. Я рад, что открылась дверь, потому что мне задавали вопрос, почему раньше, пастор, ты об этом так много не учил? Мне был задан такой вопрос. Потому что раньше я видел, что дверь закрыта. Я пытался кому-то сказать, и я не мог понять. Люди как будто бы не понимали этого. И дверь была закрыта. Но как только я увидел, что Бог ее открыл, то моим огромным желанием является то, чтобы сегодня ты переживал Божью славу. Я вам говорю прямо. Я с вами всегда откровен. Я ненавижу религию. Я ненавижу вообще какие-то фальшивые вещи. Мне не нравится, к примеру, когда люди, они просто ходят в церковь, они не знают Бога, они не переживают чудес, они думают, что с Богом молитва – это наказание от Бога и так далее. Это неправильно все. На самом деле, самое сладостное, что есть, если только ты вкусишь Бога, то ты будешь говорить, как Давид, что благ Господь. Понимаете, о чем речь? Очень часто мы не вкусили Бога. Мы просто что-то пережили из-за кризиса какого-то в своей жизни. Но мы не вкусили. А Бог хочет, чтобы мы вкусили Его. Он хочет. Он не осуждает тебя. Понимаете, в чем дело? Он не стоит как расстроенный, что ты, к примеру, не молишься или ты не живешь какой-то там супердуховной жизнью. У Бога этого нет. Он выше всего этого. Он любит тебя. Он все для тебя сделал. Но он не может, понимаешь, он не может за тебя принимать каких-то решений. И сегодня это откровение, оно приходит в твою жизнь для того, чтобы поднять тебя, оживить тебя. Это то, что в самом деле является чем-то важным. И смотрите, он говорит, возложивший руку свою на плух и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божьего. Многие люди, друзья, они по своей натуре ненадежны для Бога. То есть выбор делают неправильный. Они начинают что-то и потом оставляют. Они начинают и бросают. Они переключаются на что-то другое. И этого нельзя допустить в своей жизни. Нужно, взявшись за плух, никогда не озираться назад, но дойти до конца. Это очень важно в глазах Бога. Ведь эти слова сказал сам Иисус. И Он сказал им их к нам. И Он хочет, чтобы все мы были благонадежны для Царствия Божьего. И что это значит? Я знаю, друзья, что когда мы начинаем двигаться с Богом, Бог удостаивает нас определенных откровений. К примеру, когда я думаю о четвертом измерении, вы знаете, вот многие люди говорят, мне что-то мешает. Это есть в учении о четвертом измерении, что как только человек говорит, что ему что-то мешает добиться того или другого, он уже находится в полном негативе. И в самом деле все это сбудется в его жизни. Ему все время кто-то будет мешать. Но правда в том, что нам никто помешать не сможет. Я, говоря о четвертом измерении, друзья, говоря о саммите, говоря о жизни в четвертом измерении, вы не представляете, я каждый день, я вам просто рассказываю для того, чтобы сегодня вы поняли, насколько серьезно я подхожу к этому, насколько серьезно. Дорогие телезрители, послушайте, каждый день я кормлю себя в этом. Я просмотрел многие диски тысячи раз за эти годы. Тысячи. Чтобы вы поняли, прочитал слова, я не знаю, наверное, десятки тысяч раз. Потому что я знаю, что Бог реален. Я в этом живу. я видел множество раз безнадежную ситуацию в своей жизни и в самых сложных моментах я знал четвертое измерение и я входил в него. Я сею постоянно. Я беру деньги и постоянно сею. Как только я где-то услышал, кому-то нужны деньги, сколько угодно, я сразу говорю, я дам, я дам, и я даю деньги. То ли это пять тысяч гривен, то ли это двадцать тысяч долларов. Не имеет значения. Я нахожу деньги, я говорю, я дам. Последний день. Нет проблем, я дам. Потому что я сею, это моя тайна. Я сею, я говорю, Бог, помоги, Бог, помоги, потому что нужна победа, нужен больше поток откровения, нужно твое помазание, нужно, чтобы люди осознали, пережили, чтобы мы были не просто какой-то религиозной, застывшей организацией, чтобы мы были облаком свидетелей. Аллилуйя! Облаком свидетелей, которые выйдут, каждый из вас и скажет, да, в самом деле Бог велик, а почему Он велик? Я вам говорю, потому что я, посмотрите, где я был и как я жил, теперь я счастливый человек и я все могу. Вот это верующий человек. Сегодня понятие верующий человек, оно отталкивает людей, бывает, потому что это, как правило, человек, который затурканный, который просто ограниченный и в нем что-то обязательно не так. Если ты с ним поговоришь, он будет осуждать каких-то других проповедников и так далее и тому подобное. Вот что такое верующий. Никаких ни чудес, ничего, болезни, нищета и так далее. Но я вам скажу, что это все уже закончилось, новое время приходит сегодня. Дай Богу славу. Аллилуйя. Сегодня ты должен просто поверить, так как я поверил. Ну как ты думаешь, мне было поверить, когда у меня в служении всегда все было плохо. Ну как же мне было поверить, что люди будут бежать на покаяние, что у меня будут тысячи людей в церкви. Ну как в это поверить? Если бы никогда в твоей жизни ты этого не переживал, никогда ты этого не чувствовал, никогда ты этого не видел, не могло этого быть с тобой кроме проклятия, ты ничего в жизни не видел. С самого детства. Как в это поверить? А я тебе говорю, а я взял и поверил. И я говорю тебе, ты должен взять и поверить, что ты помазанник, ты должен взять и поверить, что ты самый счастливый человек, что ты победитель, что ты здоровый и крепкий. Ты должен поверить в это. Эмэн, это важно сегодня для нас осознать, сколько бы тебе лет ни было, послушай, не имеет значения, может ты очень молодой. О чем ты говоришь? Входи в четвертое измерение Святого Духа, разговарив с Ним на Его языке, задержите мысли, я победитель, обозначь это, ты должен картину видеть, усвоить ее своей душой и молиться на языках. Будут приходить борьба, сомнения, старая система мышления попытается поглотить, закрой ту дверь, уже все, старое прошло, теперь все новое, халилюя. Понимаешь, многие люди говорят, я не знаю, но вот как бы, чтобы Дух Святой так пришел ко мне, ты общайся с Духом Святым сейчас на своем уровне и узнавай его по чуть-чуть. Потому что ты не можешь сегодня общаться с Духом Святым на уровне, на котором я нахожусь. Мне нужно было сформироваться, у меня сформированы понятия, у меня сформированы уже какие-то внутри принципы, сформированное знание было и так далее. И уже Дух Святой, когда пришел, он пришел уже как взрослому человеку ко мне, духовно взрослому, и сказал, дорогой, ты будешь делать вот это, вот это и вот это, все. Но с тобой он еще так не может говорить, но ты можешь на своем уровне общаться, ты можешь познавать учения, ты можешь делать уже какие-то вещи, ты можешь сегодня обнаружить, сколько в тебе может быть неправильных мыслей, понятий о тебе самом. И это все нужно просто убрать. И я хочу тебе сказать, я делаю все, и я в это сею, я в это верю, я этим живу, я знаю, что это истина. И я экспериментирую, я тебе рассказываю дальше и дальше. Я задерживаю определенные образы в своей голове и разговариваю со Святым Духом в этот момент. И я вижу, что даже то, что кажется невероятным, оно происходит. Запомни. Бог сегодня открыл дверь для тебя. Вы знаете, я хочу вам сказать, друзья, Дух Святой, Он желает сотрудничества с нами. Что же нам делать с нашей стороны? Нам нужно обновить свое мышление. Я бы хотел, чтобы вы со мной записали некоторые вещи. Я буду зачитывать, и вы старайтесь по-быстрому конспектировать. Я хочу сказать вам о концентрации. Концентрация – это как раз то, что приводит в действие духовный мир. Когда мы концентрируемся на конкретной мечте, цели, образе, мы наполняемся воодушевлением, наслаждением, мы захвачены этой идеей. Наш разум наполнен Ей. Тогда начинается процесс сотворения. Мы можем об этом не знать, но в духовном мире уже начался творческий процесс. Ты вступил в партнерство с Творцом. Творцом неба и земли, с Духом Святым. Ты начал говорить на Его языке, языке образов. Зависит ли Он от тебя? Вы знаете, это важный вопрос. Зависит ли Он от тебя? И ответ – да. Он ничего не сотворит в твоей жизни, не пройдя через твои помышления и твою веру. Именно ты можешь ограничить Его своим необновленным мышлением. Поэтому, развивая мышление и концентрированные образы, мы начинаем сотрудничать со Святым Духом, давая Ему возможность проявиться в великих чудесах. Ответственность за эти чудеса лежит не на Нем, а на нас, потому что именно мы определяем границы Его действия. Дорогие друзья, вот послушайте, говоря об этом, мы должны сегодня наполнить свой разум самыми прекрасными мыслями. Вы знаете, нужно делать все возможное, чтобы в твоем разуме были мысли о победе, чтобы в твоих чувствах была уверенность. Если бы сегодня это было неважно, тогда я задаю вам вопрос, почему наш Господь Иисус, Он ходил по земле и Он говорит, что и в Израиле не нашел я такой веры. Сын Божий придет, найдет ли веру на земле? Почему Он ищет веру? Подумайте, ведь наши сердца очень часто, они наполнены неверием, пустотой, сомнениями. А что такое сомнение, друзья? Когда мы чего-то хотим, когда мы чего-то в жизни желаем, мы должны верить, что мы это получим. И если вдруг приходит сомнение, мы должны не дать Ему попасть в наш разум, мы должны побороть его. Если же мы позволяем сомнению проникнуть в наш разум, знаете, что это обозначает? Это обозначает сдача обстоятельств. Это обозначает, как будто бы ты отдал врагу свою мечту. Это обозначает, что все, о чем ты мечтал и во что ты верил, оно не сбудется. Оно не произойдет в твоей жизни. Потому что именно сомнение является этим врагом. страх – это самый злой враг, который только у нас есть. И когда мы смотрим на что-то, и мы испытываем страх, друзья, нам нужно осознать сегодня, прямо осознать свой страх и убрать его от себя. Потому что это чувство на самом деле несет в себе массу негативных обстоятельств в нашей жизни. когда ты начинаешь осознавать это. Для этого, друзья, нужно каждый день уделять этому время. Многие из вас, и дорогие телезрители, многие из вас, вы уже, может быть, месяцы, а может, годы, вы бежите по жизни. И вы даже ни разу еще не остановились, чтобы просто задуматься и заглянуть в себя, проанализировать себя, проанализировать, чем вы живете внутри, во что вы верите, что там живет. Не наполнено ли ваше сердце какими-то неправильными мыслями, умозаключениями, осознанием чего-то неправильного? Может ли такое быть? Конечно. Когда человек не останавливается, рано или поздно, он просто начинает давать место демонам, давать место каким-то самым плохим мыслям, таким уверенность, которая противоречит Божьей уверенности. То есть человек, он уверен уже, что у него не получится. Он уже похоронил свою мечту. Он знает знания, что у тебя не получится, заводит все духовные процессы в твоей жизни. И это в самом деле сбудется. И ты должен понять, что нужно останавливаться. И ты должен просто оставаться один. И оставшись один, ты должен начать анализировать, что происходит внутри тебя. ты должен понять, что живет там. Апостол Павел говорит, вникай в себя. И если ты находишь, что ты конкретно, ты реально не веришь, ты не веришь в свою семью. так возьми, осознай это и убери. То есть, что я имею в виду, когда ты эти мысли запеленговал, убери их и скажи, теперь у меня не будет таких мыслей. я вам говорил, что наши мысли, это очень важно, но Бог сотворил все так, представьте, какой подарок Он нам дал. Что наши мысли, это еще не твое я, чтобы ты понял. поэтому твое я, то есть твоя воля, может управлять этими мыслями. И ты можешь запретить определенным мыслям приходить в твою голову. Ты можешь заменять какие-то страхи верой. Ты можешь заменять сомнения уверенностью. Ты можешь внутри заменять, к примеру, осознание себя, к примеру, больным человеком. Ты можешь заменять осознанием себя человеком здоровым и крепким. Это все в твоей власти. Вот именно поэтому, что у нас есть эта власть. И мы неправильно ей распоряжаемся. Мы позволяем себе делать что-то, что хочет не Бог, что хочу даже не я и не ты, а что хочет наша греховная природа. А что она хочет? Вы знаете что? Чтобы всегда ты был внизу. Твоя греховная натура, она диктует тебе, и она всегда хочет, чтобы ты всегда был нищим, чтобы ты всегда был больным, чтобы у тебя были неудачи. И самое главное, чтобы ты в душе был несчастным. Чтобы ты как человек, который может приходит в церковь, может ты уже верующий много лет, чтобы ты был несчастный, чтобы ты был разочарованный в Боге, чтобы ты был разочарованный в церкви, чтобы ты был разочарованный в конце концов сам в себе на все сто процентов. И в людях. Я хочу тебе сказать, не слушай свою плоть, возьми, найди в себе силы. Поступать правильно. И не начинай говорить, что я не буду это делать, потому что мне мешает кто-то. Когда мы начинаем сталкиваться с какой-то горой, мы начинаем сразу кого-то обвинять, мы начинаем находить в себе оправдание и так далее. Но на самом деле, вдумайтесь в это, друзья, нужно горе сказать, чтобы она сдвинулась в море. Нужно Голиафа убить. Ты не должен быть под влиянием плоти, ты должен быть под влиянием Святого Духа. Аминь. И вот это важно. Запишите дальше. Концентрация также работает и в другую сторону. Когда мы концентрируемся на том, чего не хотим, оно все равно приходит в нашу жизнь, потому что вопрос не в том, считайте вы что-то хорошим или плохим, а в концентрации и внимании. На чем вы сконцентрированы, то и начинает созидаться. Подумайте об этом. Потому что сконцентрировавшись и задержав свои мысли на чем-то негативном, правда это или неправда, нужно оно тебе или не нужно, хочешь ты этого или не хочешь, буквально ты начинаешь что-то творить. Мы творим, друзья. Дух Святой так сотворил человека, что мы имеем творческие способности. Когда вы сконцентрированы на том, чего не хотите, вы становитесь каналом для Духа Лукавого. Думая о негативе, вы предоставляете материал для демонов. Именно поэтому в обстоятельствах вашей жизни происходили негативные вещи. Дух Лукавого копирует Духа Святого. И он также использует мысли людей и их концентрацию и внимание, чтобы пройти в их обстоятельства. Вы вспомните интересные события, которые были в Библии. И здесь мы можем посмотреть вот второзаконие, книга второзакония. И когда с оглядатой они пошли обсматривать землю, вы помните, что произошло в тот момент? Потому что это был момент, когда они пошли обсматривать землю обетованную, которую им дал Бог. И вдумайтесь в это. Они пошли в землю, которая была земля обетованная, где течет молоко и мед. И вот они пошли и ходят по этой земле. И что они видят, друзья? Они видят, что эта земля в самом деле обетованная и в ней течет молоко и мед. Но вы знаете, что удивительно? Они видели там великанов. И когда они видели великанов, они были так напуганы до такой степени, что 10 из с оглядатовых было 12. 10 из них, они пришли и они сказали, нам конец. Мы, говорит, как саранча в их глазах. И, говорит, и в своих глазах тоже. Мы, говорит, проиграем. И только два человека, Иисус Навин и Халев, они говорили совсем другое. Они говорили, мы их победим. И они даже такие слова сказали, что они будут для нас как пища. Мы их съедим. И вот вы когда-нибудь задумывались над этой всей историей? Потому что я не буду сейчас все зачитывать. Послушайте. История вот в чем. Что еврейский народ в тот момент, они буквально говорили какие-то слова, негативные слова. И они говорили, опротивила нам эта пища. Они говорили на манну, которая приходила. Второе. Они говорили, почему мы вышли из Египта, и мы умрем здесь? Неужели гробов не было в Египте? И так далее. И они говорили, в землю обетованную в эту мы не пойдем, потому что там великаны. Вы знаете, что все, что они сказали, все абсолютно сбылось. Вот они говорили, опротивила нам пища. И следующие 40 лет, до своей смерти, до последнего вздоха, до последнего стука сердца, они ели эту пищу. Представьте. И все они умерли где? В пустыне. И в землю обетованную не вошли. Это говорит нам о том, что нам ни в коем случае нельзя мыслить негативно. Чувствовать негатив и говорить о негативе. Потому что если ты мыслишь, чувствуешь и говоришь, мыслишь, чувствуешь, то есть вера у тебя, да, чувство какое-то, и говоришь, все это сбудется в твоей жизни. И я не хочу, чтобы что-то плохое сбылось в моей жизни. Поэтому что я говорю? Я не буду материализовать плохие вещи. Я всегда говорю, что мы победители. А ты можешь сказать, что ты победитель? Аллилуйя. И там у экрана телевизора, друзья, скажи, я победитель, и у меня все получится. Я самый счастливый человек. Здоровье приходит ко мне каждый день. Я такой, как я хочу. Я живу так, как я хочу. У меня мечты сбываются. Кто-то может громко это сказать? У меня мечты сбываются. Аллилуйя. Скажи, у меня все получается, за что я возьмусь. И я скажу тебе, это нужно говорить сотни раз в день. И ты потом знаешь, что увидишь? Пройдет время, и ты обнаружишь, что буквально, за что бы ты ни взялся, что? Все получается. Только ты о чем-то подумал, что ты этого хочешь, а ну, росы пришло. Аминь. Дай Богу славу. Аллилуйя. Аллилуйя. О мой Бог. Аллилуйя. Вы должны знать, друзья, что, во-первых, давайте прочитаем это. Когда вы ропчете и говорите слова неверия, вы на самом деле сеете семена в четвертое измерение. И именно это к вам придет и умножится в 30, 60 и 100 крат. Вот. Это нужно понимать, потому что это очень и очень важный момент. Дорогие, и когда мы говорим о ропоте, об осуждении, можете записать, когда люди жалуются и вы их слушаете. Это тоже тонкий момент. Сплетничают. Вы сосредотачиваетесь на этом и притягиваете это в свою жизнь. Посредством негативных разговоров вы можете притянуть чужие проблемы в свою жизнь. То есть, о чем идет речь? Когда даже ты не разговариваешь, но слушаешь, и кто-то говорит какой-то негатив, это очень сильно влияет на нас. И, посмотрите, запишите себе, разговоры рисуют образ о людях, о ситуации, о конкретном деле. Когда ты услышал негатив о человеке, у тебя сразу появляется образ и связанные с ним чувства. Очень часто это почти мгновенная неприязнь, неуважение и даже ненависть. Осуждение также. Люди стараются всегда о других говорить плохо. Это кажется намного интереснее, ведь так человек поднимает и оправдывает себя. Он чувствует себя выше. Скажите, все с этим согласны, да? Ведь так происходит. Люди ищут ошибки других, говоря, о, правда, что он так сказал? Они не ищут хорошие качества и не вспоминают хорошего. Когда человек поучаствовал в таком разговоре, может, даже послушал, нужно знать, первое, эти разговоры принадлежат к четвертому измерению и имеют творческую силу. Ни один такой разговор не останется без проявления в физическом мире. Второе, весь негатив этих чужих рассуждений и слов в деталях будет притянут и реализован в вашей жизни. Третье, человек, о котором говорили посредством произнесенных слов из созданного образа и высвобожденных чувств, будет отрезан от вас в духовном мире, в четвертом измерении. И вы никогда не сможете получить от него что-то хорошее и позитивное. Наоборот, столкнувшись с ним, вы будете убеждаться, что он плохой. Таким образом, люди отрезаны в четвертом измерении от своих жен, мужей, наставников и даже от тех помазанников, которых они видят только по телевизору. Не участвуйте в подобных разговорах. Сегодня вирус Эбола убивает людей. Люди погибают в страшных муках. Один человек заражает другого. Как? Прикосновением. Когда мы сталкиваемся с людьми, общаясь с ними, мы даем к нам прикоснуться. Духовное прикосновение может исцелить вас или заразить. Общайтесь с теми, кто здоров, кто исцеляет. Общайтесь с теми, кто своими словами воспроизводит в вас веру и надежду, кто приносит Божью жизнь и атмосферу в вашу жизнь. Итак, дорогие, послушайте, когда речь идет о успехе, мы должны всячески удаляться от всего, что может каким-то образом влиять на наше мышление. От всех разговоров, от сплетен, от осуждений, от разного рода умозаключений. К примеру, когда вы сталкиваетесь с человеком, который постоянно убеждает вас мыслить негативно, как вы думаете, может быть вам отделиться от этого человека? А вы скажете, как мне говорили, а если этот человек в моем доме, это проблема, но она решима, ее можно решить. Вы можете отделиться не территориально, а морально и психологически, и духовно. То есть выставив барьер в духовном мире и выработав иммунитет. Просто когда вы будете принимать постоянный негатив от кого-то, вы рано или поздно будете видеть, что все это правда. То есть он был прав. А почему? Потому что вы его слушали и все это материализовалось. Но если вы слушаете кого-то, кто говорит противоположное этому человеку и говорит хорошие вещи, говорит, вот я тебе точно говорю, вот все у нас будет хорошо, вот все будет прекрасно, вот мы самые счастливые, вот вообще мы самые благословенные, вот Бог так тебя любит. А как? Я скажу по секрету, он тебя любит больше всех. Да ладно, точно. И ты будешь видеть, что все это проявляется в твоей жизни. Потому что твои мысли, твои умозаключения, все, что ты слышишь, чувствуешь, это важно для Бога, и оно становится для него каналом. Итак, дорогие, мне бы хотелось вам сказать вот несколько вещей еще и все. Первое, общение со Святым Духом. Что это такое? Когда мы приходим в молитве, люди задают вопрос, как мне быть? Мне молиться в четвертом измерении или общаться со Святым Духом? И как эти понятия разделить? Общение со Святым Духом, запишите, это концентрация на Святом Духе. И когда вы приходите утром в свою комнату, где бы это ни было, в ванной, может быть в вашей комнате, где угодно, где вы молитесь, в этот момент вы просто концентрируетесь на самом Святом Духе и общаетесь с Ним. Когда люди задают вопрос, я чувствую или не чувствую, вы должны знать, во-первых, есть такое понятие, как присутствие Святого Духа, и есть понятие помазания Святого Духа. Присутствие Святого Духа, его не ощущаешь физически. Присутствие Святого Духа это то, что приходит через твое осознание. Поэтому, когда человек, он говорит со Святым Духом, самое первое запиши, он должен пережить присутствие Святого Духа. И из присутствия Святого Духа всегда выходит помазание Святого Духа, которое можно физически ощутить. Поэтому, когда я в комнате, я говорю со Святым Духом, и что это для меня значит? Откуда я знаю? Я просто знаю, потому что я верю и я знаю, что Дух Святой сейчас в моей комнате. Поэтому я могу выразить Ему свое уважение, свою любовь, я могу поговорить с Ним, я могу просто это внутри осознавать и знать, и второй момент, когда общаюсь со Святым Духом, будут моменты, когда Дух Святой, он проявится в помазании, и это будет целый поток, это как на теле, ты ощутишь, как будто бы, или горячий ветер, или же как будто дрожь пойдет по телу, но ты будешь ощущать, что это его помазание, которое просто может тебя так сильно коснуться, что ты не сможешь стоять на ногах. Но это второй момент, всегда нужно искать не второго момента, а первого момента, это присутствие, это когда ты стоишь и ты осознанно разговариваешь со Святым Духом, в этот момент ты не говоришь ни о каких нуждах, ты просто концентрируешься на нем и общаешься с ним, если тебе нечего сказать, как у людей бывает еще нечего сказать, это нормально, потому что ты только начинаешь, ты можешь просто сказать чтобы ты всегда был со мной, а я хочу быть с тобой, помоги мне познать тебя, помоги мне познать Иисуса, ты можешь выразить какое-то свое желание, я хочу разобраться внутри, ты можешь с ним говорить аккуратно, не говори пустых слов, спокойно, обо всем, но ты должен говорить осознанно, каждое слово должно быть из глубокого осознания, когда ты говоришь Святому Духу, когда я в комнате, то ли это на сцене, перед тысячами людей, десятками тысяч, не имеет значения, всегда работает только одно, я стою на сцене, но в этот момент для меня никого не существует, я говорю Дух Святой, приди, это глубокие слова, они идут из самой глубины моего сердца, моей души, и я говорю приди, и вы знаете, видя эту глубину и осознание, он приходит, можете записать себя, глубина осознания определяет уровень помазания, глубина осознания определяет уровень помазания, общения общения со Святым Духом в вашей комнате должно занимать какое-то время, вы должны знать, что вы приходите в свою комнату и я советую вам всем и также всем телезрителям никогда не вздумайте говорить о чем-то, всегда радуйтесь Дух Святой и вы можете говорить доброе утро, но вы не говорите просто доброе утро, я к примеру говорю по-разному, сегодня такой прекрасный день, прекрасное утро, я с ним общаюсь, я с ним здороваюсь, я хочу пережить вот этот момент осознания, что кто такой Дух Святой, задержитесь в этом, у вас много дел, суеты, вы куда-то бежите, точно так и в молитвах, прибежали и Господи, дай мне и денег и детей, благослови, всех благослови, и церковь благослови, и пастору тоже что-то дай и так далее, не, 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 не надо так молиться, Бог, он вообще этого всего не слышит, вы можете просто пообщаться со Святым Духом, и я вам прямо говорю, вы ответов получите больше в тысячу раз, потому что он все знает, но вот этот момент всегда с утра сразу с Ним, и вы должны с Ним получить этот момент, вот просто вы должны сами знать, что вы сейчас все сделали, хорошо, вам самим приятно, вам хорошо, и вот это уже то, что нужно. Второе, молитва на языке Святого Духа, и здесь концентрация на мечте, молитва на языке Святого Духа. Сегодня дорогие пастора, да, вот смотрят много пасторов, много лидеров, интернет-домашний групп, домашний групп и так далее, бизнесменов, политических деятелей, вот послушайте, мы должны видеть что-то, у нас должна быть мечта, понимаете, когда люди не имеют мечты, я скажу, они идут вниз, но есть мечта, и вот послушай, когда лидер домашней группы, я советую всем лидерам, кто здесь лидер, поднимите руку, я хочу увидеть, вот молодцы, аллилуйя, вот послушайте, мечта, вот представь, ты должен взять вот так вот и мечту создать внутри себя, насладиться как твоя домашняя группа, и ты видишь там 15 человек, или 20, или 30, какая мечта у тебя, ну возьми это, и ты видишь, как там творятся чудеса, это как живая картина, возьми какую-то домашнюю группу или людей, вот так вот картинку, и наклей ее везде, где только есть, чтобы это все напоминало тебе об этой мечте, но чтобы она осталась не там наклеенной, а внутри тебя, а так, возьми, наклей, везде, вот ты заходишь в ванну, у тебя на зеркале домашняя группа, и ты сразу, я благодарю тебя, Господь, ощущаешь, что это уже твое, когда ты ложишься спать, у тебя на потолке, представляешь, домашняя группа, и везде, куда бы ты ни шел, в машине, раз, домашняя группа, слушайте, это класс, в маршрутке, заставка на телефоне, какая у тебя должна быть? Домашняя группа, и ты смотришь, ведь знаете, мы счастливые, когда мы счастьем, когда наполняемся, когда мы радуемся, мы видим, как люди вокруг счастливые, и ты говоришь, почему они такие счастливые, они все на ячейке смеются, радуются, а ты думаешь, почему? Потому что лидер счастливый, и ты сам думаешь, я счастливый, и вот они все счастливые, потому что я счастливый, потому что я их лидер, и ты так радуешься этому, ты ходишь и говоришь, у меня новая жизнь, у меня классная домашняя группа, ты должен видеть свой район, ты должен видеть свою церковь, пастор, если сегодня ты просто видишь в церкви, к примеру, да, у тебя образ 300 человек, это такое наслаждение, ты представляешь это все, ты представляешь, как ты заходишь в зал, и там сидит 300 человек, и ты такой довольный, ходишь, смотришь на них, они на тебя, знаешь, это же вообще наслаждение, это вообще наслаждение, и у тебя картины кругом, понимаешь, мы должны видеть, что мы успешны, мы должны видеть это, мы должны просто наслаждаться этим, и может быть, кто-то сегодня очень болен, и кажется, что все, тупик, я хочу тебе сказать, что начинай двигаться в четвертом измерении, и мы говорим, общение со Святым Духом, не обходите его, это самое главное, Дух Святой центр всего, запомните это, и когда ты уже с Духом Святым на нем сконцентрировавшись, пообщался, ты начинаешь говорить уже с Духом Святым на его языке, и нужна концентрация на мечте, и вот эта мечта, что у тебя мечтой может быть, может быть у кого-то мечта сегодня личная жизнь, счастливая семья, может кто-то не может жениться, выйти замуж, друзья, это все, все буквально, оно не то, что решится, а это будет на самом высшем уровне, амэн, потому что ты начинаешь, когда конкретно видеть, конкретно мечтать, и ты концентрируешься на мечте, и говоришь с Духом Святым, ты передаешь ему информацию, ты просто даешь ему место, и ты уже рад, к примеру, брат, ты уже ходишь довольный, счастливый, я даже не знаю этого закона, но я знал закон веры, я это делал, и когда Виктория еще была в мире, да, мы с ней были в разводе, а я молился, я купил детскую кроватку, сделал все ремонты, там, и все меня спрашивали, ну представьте, что думала молодежь в церкви, ну представьте, что сейчас молодежи, кто-то из наших братьев, ну реально кроватки покупает, сказали, вот представьте, я так был, и все смотрят, и говорят, просто заливали со смеху, говорят, ты что делаешь, ну неженатый парень, кому ты покупаешь кроватку, я говорю, я женюсь, они говорят, а на ком, я говорю, я не знаю, это так было, я говорю, я не знаю, я правда не знал, но я так был уверен, что я сделал ремонт, поклеил обои, купил диван, кроватка стоит, представьте, вот вы заходите в мою комнату, там стоит детская кроватка, а я неженатый, вы поймите, и все всегда будет так, как ты вообще и не мечтаешь, если ты слушаешь меня, я тебе говорю, у тебя все будет, у тебя все будет, на балконе, вы слышите или нет, у вас все будет, и даже те, кто уже женился, уже попал, да, и вам сейчас тяжело, да, в четвертом измерении вы все измените, эмэн, я не говорю о том, что ваша жена умрет, или еще что-нибудь, нет, а в том, что вы все изменитесь, и в первую очередь ты, потому что если что-то тяжело, бывает, да, тяжело с женой, и ты хочешь ее изменить, значит, сто процентов тебе дают, это знак, что измениться должен ты, вот, сестры активно зааплодировали, молодцы, просто, да, да, и так, общение со Святым Духом, это первое, второе, молитва на языке Святого Духа, это уже концентрация на мечте, если первая концентрация на самом Святом Духе, вторая концентрация на мечте, и третье, жизнь в Святом Духе, жизнь в четвертом измерении, концентрация на состоянии, и здесь вы должны понять, как каждый день вы себя чувствуете, к примеру, когда человек, он мыслит, он может не контролировать свою мысль, ну, просто не смог он проконтролировать, но ты можешь определять по тем чувствам, которые в тебе, и когда человек мыслит, мысль рождает чувства, подумал, к примеру, о чем-то плохом, чувствуешь себя негативно, подумал о хорошем, чувствуешь себя позитивно, и вот жизнь в Святом Духе, это когда ты постоянно пребываешь в этом помазании, и когда твои мысли, они реально наполнены верой, запомни, нужно развивать мысли веры, люди бывают, они развивают мысли поражения внутри себя, и наполнены этими чувствами, и это, конечно, потом все приходит в их жизнь, но ты наполнен мыслями победы, мыслями, для примера вам приведу, к примеру, каждый день то, что ты должен делать, когда ты просто идешь по улице, к своей машине или маршрутке, и ты идешь, и ты в этот момент просто берешь и наполняешься, вот чувством, мыслями, чувствами, что нет, я благословенный, и ты наполняешься уверенностью, кто из вас знает, что такое чувство уверенности внутри, все знают, вот его нужно возгревать и взращивать, возгревать и взращивать, когда-нибудь ты пробовал это, может ты не помнишь, но ты, вот смотри, ты только начинал в чем-то быть уверенным, таким счастливым, и потом приходил страх, и ты закрывался, у кого-то бывало такое, я тебе говорю, и вот ты сегодня начинаешь убирать страх, а наоборот взращивать чувство уверенности, и жизнь в Духе Святом, это жизнь в вере, надежде и любви, это когда ты наполняешь себя этими мыслями, чувствами, мыслями, чувствами, и ты просто наслаждаешься, только пришло что-то негативное, значит ты уже не туда зашел, и ты уходишь от этого, только с кем-то поговорил негатив, ты говоришь, извините, извините, закрыл дверь, все, и ты наполняешься победой, и вот эта жизнь, она переносит тебя буквально уже в другое измерение, измерение победы, измерение счастья, радости, потому что ты каждый день должен быть счастливым, вот сегодня, ты должен быть счастливым, мы вчера сидели, вечером общались, и я был очень уставший, потому что я много мылюсь каждый день, и читаю, изучаю, и все это в самом деле требует много энергии, и вечер был, и я получается уже такой, знаете, уставший, я говорю, о боже, так тяжело, что-то мне уже аж физически, и голова вот такая, и я помню, как пастор Лида, она говорит, я объявляю, завтра будет самый счастливый день, пальцем, день радости, и я говорю, ну класс, хорошо, утро, она мне уже пишет, сегодня день радости, сегодня самый счастливый день, и так далее, и тому подобное, вот это то, что мы должны друг другу посылать, это то, чем мы должны жить, аминь, это как новое время, согласитесь, да, и мы наполнены этим, скажи, я счастливый человек, и сегодня, не давай никому себя расстроить, вот просто радуйся, даже если расстроили тебя, нет проблем, забыл и радуйся дальше, так или нет, если ты кого-то расстроил, забыл и радуйся дальше, нет, пока, пока, ну как бы так, прости, брат, и радуйся дальше, знаете, вот мы сильно попадаем, особенно если мы согрешили, особенно если мы сделали что-то неправильное, ошибку допустили, или что-то у нас хотели, не получилось, мы потом начинаем в это попадать, я так говорю или нет, и мы в этом варимся, думаем, а нужно научиться быстро с этого выходить, и быть в победе, и в радости, у меня последняя мысль еще, и все, и уже время получается, да, или нет, я не пойму, уже время, да, или нет, ну сейчас начну мысль, и мы поймем, время или нет, и так, дорогие, послушайте, мы видим, что существует концентрация на Духе Святом, общение со Святым Духом, концентрация на мечте, язык Святого Духа, молитва на языке Святого Духа, и третья концентрация на состояние, чтобы ты был счастливый, наполнялся радостью, у нас всегда, знаете, вот должно быть основание, и основание для того, чтобы ты мог во что-то верить, это жертва Иисуса Христа. Когда речь идет о нашем здоровье, речь идет о счастливой жизни, речь идет о финансовом благословении, или любой вопрос, что-либо, вы должны понять, что говорит Писание, и это очень важно для нас. Мы открываем послание к римлянам, пятую главу. Аллилуйя. И вот что здесь говорится, пятая глава, шестой стих. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданной кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся с жизнью Его. Я хочу вам сказать, друзья, что здесь говорится, что Бог, такие слова, свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Теперь внимание. Во-первых, когда вы берете Писание, вы должны сразу же здесь разобраться, поставив вопрос ребром. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Когда здесь говорится к нам и за нас, мы должны точно понять, что речь идет о тебе лично. И вот этот момент, он самый ключевой для нас. Ни одно обетование Божье, оно не может для нас работать, пока оно как будто для всех. И когда мы думаем, что оно для всех, мы очень часто думаем, для всех, но не для меня, потому что я не такой, как все. И ты должен понять, что здесь речь идет о тебе лично. И когда Христос умер, Он заплатил цену за то, чтобы сегодня ты был благословенным человеком, чтобы ты был здоровым человеком. Поэтому, когда ты изучаешь все о смерти Христа и ее предназначении, ты обнаруживаешь, что там говорится, что Он взял грехи наши и понес наши болезни, немощи. Когда ты открываешь 61 главу Исаии, там говорится, благовествовать нищим. То есть, в Новом Завете говорится, что Он обнищал ради нас, чтобы мы обогателись Его нищетой. То есть, что происходит? Я, когда я молюсь, мне нужно основание, я хочу знать, что думает Бог по этому поводу. И что думает Бог по этому поводу, я должен увидеть в Писании, в Библии. И открывая Библию, я нахожу, я изучаю, друзья, и ты, до тех пор, пока ты поверхностный и у тебя размытые понятия, у тебя не может быть веры. Когда ты начинаешь становиться профессионалом в своем деле, и ты должен быть профессионалом конкретно в том, что говорит Писание. И ты начинаешь понимать, что Христос был той совершенной жертвой, скажи, совершенная жертва. То есть, что значит эти слова, совершенная жертва? То есть, уже к этому добавить нечего. Он сделал всю работу для того, чтобы ты мог рассчитывать на Бога. Теперь вы поняли смысл? Он сделал всю работу для того, чтобы ты сегодня мог от Бога получить здоровье, процветание, счастье, радость. Какая бы у тебя нужда ни была, любой ответ. Его совершенство выражается в том, что любой ответ и нет чего-то. Если бы была какая-то проблема, которую он не решил, это бы была уже несовершенная жертва. Но все проблемы он решил. С любой позиции, где ты находишься, даже если ты внутри разрушенный, даже если сегодня проклятие на твоем разуме, даже если сегодня все плохо, он говорит, с любой позиции он тебя поднимает. В этом совершенство этой жертвы. И поэтому я прихожу к Богу и я говорю, когда я общаюсь со Святым Духом, я знаю секрет, что Дух Святой был излит после того, как Христос был распят и вознесен на небо. Он не мог быть излит на нас, потому что мы были грешниками, недостойными, но он был излит, потому что кровь Иисуса Христа есть причина, почему Дух Святой движется. не наше совершенство, его совершенство. Скажи аминь. Поэтому я общаюсь со Святым Духом и я понимаю просто, что это сделал Иисус и Дух Святой открывает мне Иисуса. Если бы я не общался со Святым Духом, я бы всего этого не знал. Но Дух Святой, он открывает Иисуса в Писании, он открывает Иисуса и ты начинаешь понимать, что Христос, он такое для тебя сделал, он такое для тебя сделал, что ты не можешь его не любить. Ты начинаешь понимать любовь Бога Отца. Для многих людей Отец это строгий судья на Белом Престоле, который будет судить всю Вселенную и так далее, который взыскивает и наказывает и так далее. Но послушайте, мы не находим этого в Новом Завете. Мы находим, что Бог есть любовь, но ты никогда этого не узнаешь, если ты не познаешь, что Бог сделал для тебя. Какой бы Бог ни был, мы до конца его не знаем, друзья, но мы знаем что-то, что относится лично к нам, к тебе лично, ко мне лично, это очень личный, индивидуальный момент. А что? Бог Отец, любовь свою к тебе доказывает тем, что Христос, его единородный Сын, умер за тебя, заплатив всю цену. И вот это есть, друзья, очень важное, важное понимание, потому что, когда ты приходишь в свою молитвенную комнату, это основание, ты видишь просто Иисуса Христа распятого, ты должен это видеть, ты должен понимать, что Он это сделал за тебя. Сегодня нет никакого законного права этой болезни находиться в моем теле, ты слышишь или нет? Нет никакого законного права какой-то нищете и проблемам атаковать меня. Причем тут экономика не играет роли? Я знаю, кто я, потому что Он сделал все. Нет никакого права, я не должен так жить. Скажи аминь сейчас. Ты должен, сестра, брат, твой должен наполниться сейчас этим пониманием. Я не должен так жить. Почему? Да потому что такая цена была заплачена, что я даже не имею права так жить. Я должен жить в победе. Я хочу узнать, что мне для этого нужно. Четвертое измерение, друзья, это реальный ответ для нас. Потому что сегодня мы начинаем познавать. Я скажу откровенно. И, дорогой телезритель, послушай, когда ты начинаешь двигаться в четвертом измерении, это буквально открывает все. Открывает рема для тебя, духовный мир. Когда я вошел в четвертое измерение первый раз, Дух Святой посетил меня, Бог посетил меня реально и сказал, мир лежит возле и все это было открыто мне. И как проводить богослужение и личный евангелист. И что это значит? Это говорит о том, что без этого учения мы не могли войти в духовную сферу. потому что мы не знали об этих образах, об этом мышлении, об этих чувствах, обо всем об этом. Но сегодня открываются двери для тебя. И ты можешь знать Библию не так, как раньше. Ты можешь вообще прочитать ее уже по-новому, абсолютно по-новому. Это уже для тебя как новое понимание. Когда я смотрю в Писание, я просто удивляюсь, что это просто богатство, которое тебе подарено. Но многие люди сегодня даже не хотят ее читать, потому что они ее не понимают. А чтобы ее понимать, друзья, четвертое измерение помогает нам. Я говорю не просто о четвертом измерении, я говорю о том, что мы, когда мы меняем свое мышление, когда у нас есть видение, мечта, это все рождает веру. Вера, она всегда приведет нас прямо к Богу. Амин. И мы будем иметь рема, будем иметь откровение и понимание. Итак, я возвращаюсь, и это очень важный момент. Смотрите, когда речь идет о фундаменте, на котором я могу иметь дерзновение, этот фундамент, это не моя праведность. Этот фундамент, это не мои дела. Это не мое совершенство. Нет, 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 нет. Этот фундамент, это любовь Бога Отца, который доказал любовь. Это Христос, который заплатил. Это Дух Святой, который прямо ко мне в комнату пришел. И теперь Он говорит, нет, ничего невозможного. И Писание говорит, что Бог Сына Своего за нас отдал, Он не пощадил Его. Как Он с Ним, как Он с Ним не дарует вам и всего. И ты должен взять и убрать вот это слово вам и сказать свое имя. Как Он мне лично, мне не дарует и всего. Бог истинен. То, что ты думаешь, это неправда. Он истинный. Ты думаешь, я недостойный. Ты думаешь, это не для меня. Я не смогу. Я не тот человек. Бог, наверное, не хочет мне помочь. Это все ложь. Бог истинен. Тебе надо смириться под Его Слово и сказать, да, да, Господи, в самом деле я тот человек, ради которого ты отдал своего Сына. Я тот человек, ради которого Дух Святой пришел на землю. Я тот человек, ради которого прямо сейчас ты, великий Бог, сконцентрировавшись, будешь делать самые великие чудеса и ты сделаешь самое невозможное. Я тот человек. Я хочу, чтобы ты закрыл глаза сейчас, положил на себя руку и сказал, я тот человек. Я тот человек, ради которого Иисус пошел на крест, ради которого Он страдал, ради которого Он умер. Я тот человек, ради которого Бог отдал Сына Своего на поношение, на позор, на убиение. Я тот человек, ради которого Дух Святой пришел на землю. И это есть истина. Все остальное ложь. Я эту ложь отсекаю от своей жизни. Говори это прямо с веры. Я отсекаю эту ложь от своей жизни. Все это ложь и неправда. Я новое творение во Христе Иисусе. И я посягаю на самые большие чудеса. В моей жизни все будет самым великим, благословенным. Счастье, радость, победа, здоровье. Аллилуйя! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ